Невероятное по красоте шоу, более сотни тысяч участников и незабываемые эмоции. В честь 70-летия образования КНДР в Пхеньяне устроили масштабное представление. Накануне в столице Северной Кореи уже прошел грандиозный военный парад, и вот теперь стадион превратили в гигантский проектор, который стал красочным фоном для артистов. А пока шли их номера, в небо поднялась целая эскадрилья беспилотников. Наш корреспондент Константин Панюшкин побывал на этом историческом празднике. И вот его впечатление. Это шоу занесено в Книгу рекордов как самое массовое во всем мире. Более сотни тысяч артистов на самом большом стадионе планеты. Для ста с лишним тысяч зрителей после пятилетнего перерыва в честь 70-летия КНДР. Премьера новой программы под названием «Славная страна». Громадный факел над ареной будто бы олимпийский. Когда в небе началось шоу дрона, все это стало еще больше походить на открытие Олимпиады в Пхенчхане. В феврале в Южной Корее из 500 светящихся коптеров сложились олимпийские кольца. Здесь, в Северной Корее, дроны рисуют флаг государства, а в факеле – пламя чучхе. В пяти действиях история КНДР начинает с Корейской войны начала 50-х. Строительство социализма и светлое будущее. Слаженные действия сотен артистов каждый из сцен завораживает. Притом, организаторы утверждают, что репетиции заняли всего два месяца. Актеры, кстати, непрофессиональные. В роли пикселей циклопического экрана 17 тысяч школьников на арене студентов столичных вузов. Благодаря теплой заботе и любви товарища Ким Чен Ына мы усердно репетировали и надеемся, что сегодня выступили на высоком уровне. Молодой вождь смотрит шоу с центральной трибуны. Северокорейцы показывают и мега-спектакли с 2002-го. И Ким Чен Ын не пропустил ни одной премьеры. Подобные красочные многотысячные шоу уже давно не удивляют самих корейцев, но без исключения не оставляют равнодушными иностранцев вне зависимости от их политических предпочтений. В последнем действии под названием «Дружба народов» заиграла Катюша. Зрители, почетные гости, как Валентина Матвиенко и туристы уходили со стадиона под впечатлением. Я ждала этого пять лет. С тех пор, как я увидела кадры шоу «Ареран», я мечтала увидеть все это своими глазами. Это просто грандиозно, великолепно, гениально. И нет даже слов, чтобы выразить такой душевный подъем, который мы испытываем сейчас. Политические аналитики тоже приятно удивлены премьерой. Еще прежде, чем над стадионом заиграла прощальная песня о славном полководце Ким Чен Ине, на арене появился символ единой Кореи. А на центральном экране хроника исторического апрельского саммита глав двух Корей. Еще один мирный сигнал Пхеньяна.